Апостол Павел говорит Если мы живем духом, то по духу и поступать должны Не будем тщеславиться, друг другу раздражать, друг другу завидовать Конечно, обидчивость происходит от гордыни От того, что что-то не так мне сказали И во мне эта гордыня сразу как воспаленный нарыв на эту болезнь очень реагирует Обратите внимание, смиренного человека невозможно обидеть Святые отцы сравнивают такого человека с тем, кто лежит на земле И он не может упасть И поэтому никогда не больно Смиренный человек почитает себя достойным большего даже оскорбления Чем ему кто-либо может нанести Он почитает себя оскорбившим Бога своими грехами Он находится в состоянии ужаса от самого себя И любви к Богу И поэтому его не уязвляют то, что о нем говорит Если во мне сразу начинается вот эта вот буря, неприязнь к человеку То надо, конечно, искать смирение, читать святых отцов о смирении Искать эту добродетель, строить ее в себе И бороться с своей гордыней Потому что то, что вы описываете, вот эта ранимость, это очень тяжело Так очень тяжело жить Во-первых, так тяжело всем вокруг Во-вторых, так тяжело, очень тяжело вам Вам все время больно Есть такое очень интересное описание, такая притча О том, как монах, для того, чтобы научить своих учеников Что такое гордыня и обидчивость Он пришел к входу в храм с большим бревном Вот на плечах Таким поленом огромным Поперек входа, который упирался, он никак не мог войти Потом он взял пилу, распилил его И торцом внес Он говорит, вот когда ты сокрушишь свою гордыню Ты приблизишься к Богу Пока у тебя есть вот эта вот твоя гордость Ты не можешь даже к нему подойти Бог гордым противится Смиренным дает благодать Можно еще сказать, известно такое присловие без автора Что христианину обижаться неприлично Само состояние обиды В которой мы отторгнуты от Бога Мы отделены от Него Оно безблагодатное, тяжелое это состояние Оно должно постепенно уйти из нашей жизни Бывают люди, с которыми не надо общаться Неполезно Можно себе представить, например, что преподобный Серафим Саровский Кому-то отказывал в общении Да, можно Если это было неполезное, пустая трата времени Можно ли представить, что при этом он на кого-то обижался Невозможно Ему это состояние было чуждо абсолютно В этом и есть его святость Поэтому и нам надо этому учиться Внеси свой вклад Оцени Подпишись И поделись этим видео Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok